Добрый вечер, дорогие поклонники футбола формата 8 на 8. Компания в спорте РУ совместно с Северной Лигой ЛФЛ, в которой уже раз, в такой уже доброй традиции, приглашает вас на стадион на Флотской улице, где в рамках 19-го тура заключительного первой половины чемпионата, первого дивизиона, встретятся сегодня Легион и Ратон. Команды очень известные в своих собственных кругах. Ну, Легион позиционирует себя, как самая освещаемая, самая медийная любительская команда в Москве. Главный арбитр встречи готовится дать свисток о начале его поединка. Вот только что он буквально прозвучал. 77. Давайте посмотрим за этой атакой. Дальний удар, попадает мяч в каркас, ворот с внешней стороны. У нас закрывают программу 19-го тура, а вместе с ней и программу всего первого круга. Давайте посмотрим за этой атакой до конца и у нас первый гол. Немного в таком спокойном стиле празднуют его легионеры. Павел Ботов дальним ударом застает врасплох он своего однофамильца Михаила Ботова. И на четвертой минуте счет в матче у нас открыт. Мухин. Ох, как классно пропустил сейчас мяч мимо себя Булатов. Седов пробивал из очень неопасной позиции. Булатов отбирает мяч у соперника. Хорошая передача в направлении Токарева. Дмитрий уже на левой бровке. Передача в штрафную. И гол, как я понимаю. Действительно с нашей точки не слишком хорошо все это было видно. Но судя по тому, что футболисты радуются. Радуются очень усиленно, так сказать. У третьего номера мяч выбивает. У него из-под ноги и очередная контратака. Восполнение красно-белых. Седов передача в штрафную. Очередная ошибка. Миронов здорово сыграл. Идет он к чужой штрафной. Но здесь уже, наверное, надо что-то придумать. Искать передачу партнера. Токарев надо решать. И забивает Дмитрий. Третий гол в сегодняшнем поединке. 13-я минута. 3-0. И если так пойдет дело и дальше, то у нас, наверное, к концу поединка вообще будет двухзначный счет на табло на стадионе и в вашем верхнем левом углу. Легион играючи просто расправляется. Нет. А вот для Терентьева любое предупреждение может стать четвертым. Вот хороший момент возникает у ворота Легиона. И, по сути, первый же момент во владениях Александра Дементьева заканчивается результативным ударом по воротам. Евгений Гречников. Автор не симпатизирует какому-либо из клубов, участвующих в сегодняшнем поединке, будет только на руку. Полось этому футболисту сохранить мяч для своей команды и с помощью аута здесь уже Дементьев играет на выходе. Потерял ворота Иванов. Нет, мяч он не догонит. А вот у Ильина может это получиться. Да, действительно, достает мяч десятый номер команды Геннадия Зародыша. Нет, извините, это, конечно, Гречников. Было очень опасный момент. И у нас счет становится 3-2. Вот это вот как раз точно Максим Ильин знал, где нужно было находиться форварду в этом игровом эпизоде. Четко прочитал действия партнеров, подключился к атаке в свободную зону и отправил футбольный снаряд в сетку. 3-2 на 25-й минуте. Рольф перешел. Также есть и потеря у подопечных Геннадия Зародыша. У нас еще один момент. Дементьев не то, что прибрал инициативу к своим рукам, но начал проводить опасные атаки и сумел дважды за этот промежуток забить. Новоземцев прекрасно бьет с дальней дистанции. На кого же он будет записан в итоговом протоколе? И благодарю я за помощь судью сегодняшнего поединка попадания, например, Игоря Виковичева или Михаила Шака. Чмутин прекрасный момент и забивает 88-й номер. Говорил я вам о том, что несколько поединков подряд уже отличается этот защитник. Отличился он и сегодня на 32-й минуте, буквально самом дебюте второго тайма. Отличается Александр и увеличивает разрыв в счете в сегодняшнем поединке. Стеночка не проходит, но все-таки продолжается позиционное наступление красно-белых. Удар подключает Иванова. Вот про то, что похоже, что и Легион сейчас около чужой штрафной разыгрывает. Опасный удар в исполнении новоземцев. Посмотрим, что же придумает Новоземцев. Бьет. Новоземцев мяч не дошел. Ботов здорово сыграл в подкате в отборе. Чмутин за счет финта уходит он от Гречникова. Передача в центр. Ботов бьет и прекрасный гол. Прекрасный гол забивает Павел Ботов. Отправляет мяч с левой ноги в дальний от себя угол, а если быть точнее в девятку. И счет становится 5-2. Я думаю, что на этом все. Подопечный Геннадий Зародж сумеют отыграться, а сейчас еще и очередной выход один на один. Стокарева по-прежнему на поле нет. Миронов начал что-то придумать в собственной штрафной. Александр, наверное, на передаче будет искать партнера на чужой половине поля. Седов здорово играет, Белоцерковский практически выход один на один. И это гол будет, он, правда, записан как автогол. Как я понимаю, Александр Овешников отправил мяч в собственные ворота. 6-2 за две минуты до конца сегодняшнего поединка. Возможно, в сегодняшнем матче мы еще Седов. Седов передача низом, пропускает мяч Вячеслав Андрянов, а Даниил Белоцерковский все-таки на свой счет голевое касание записывает. Ну вот, прям предчувствие у меня было, что красно-белые еще сумеют в этом поединке отличиться. Сделали они это на исходе последней минуты сегодняшнего поединка, неточной передачей. И все. Звучит свисток главного арбитра сегодняшнего поединка. 7-2. Легионеры добиваются заслуженной победы.